Жизнь За моей спиной Бельско-Устинский детский дом для умственно отсталых детей и детская площадка, которую привезла сюда супермодель Наталья Водянова. Чудеса. Не снеси никого. Привет, как дела? Хорошо. Привет, Александр Александрович. Да, мой хороший. Это вас рады, что вы приехали. Ну, мы тоже очень рады, что мы к вам приехали. Это я буду скучать по вам. Да подожди, мы еще не уехали. Мы же еще не уехали. А вы где будете? Баранами? Пока с вами. Умственно отсталые дети существуют. Даже если интернаты, где они содержатся, расположены, как правило, где-то глубоко в провинции, дети все равно существуют. Даже если вы отворачиваетесь, когда случайно встречаете на улице умственно отсталых детей, дети все равно не перестают существовать от вашего к ним безразличия. Вне зависимости от интеллектуального развития, они чувствуют боль и одиночество. Они хотят любви, смеются, если им смешно, радуются, если их радуют. Вне зависимости от интеллектуального развития, после детского дома они, как правило, попадают в психоневрологический интернат. И эта клетка навсегда для всех. За редким исключением. Это Костя из Москвы приехали. Мы-то очень долго. Покажите, как живете. Покажите, как живете. Давайте. А это что у вас такое в бар? А это Маратик у нас рукодельник. А это Маратик у нас рукодельник. Бисером плетет. Ух ты, ух ты, ух ты. Я в бисер, я сейчас покажу. А не, хуй на чем я. Носки тут не вяжешь, а бисером ты что плетешь? Вот, Марат, покажи хоть носок-то один. Но он не связан. Ну, вот, чтоб видели, что ты что-то делаешь. Ну, я что умею делать? Я вяжу крючком. Вот у меня, кстати, тут свои изделия сейчас покажут. Похватываюсь. Рекламу покажу вам. Я сниматься не буду. Вот, свои руками сделаю вот эту штучку. Ничего себе. Ну, я ее делаю за два дня. А если целый день, то за один день. Потом я делаю, что, шапку такую связал. Прекрасно. Крючком. Вот, пожалуйста. Вот эту накидочку на этот тубрик. Или там на стульчик. Вот там у нас такая сумочка. Ну, сумочку я за сильней. Давным-давно разработана и в цивилизованных странах успешно применяется технология адаптации этих детей к нормальной жизни. Профессорами они, конечно, не станут, но могут жить самостоятельно, работать, иметь друзей, семью. Если в двух словах, то надо сначала взять подростка и поселить его в социальную гостиницу под присмотром воспитателей. Потом надо поселить подростка в доме учебного проживания, где он может пожить сам, зная, что если не будет получаться, то помогут. Помогут. Наконец, нужно создать юридическую и психологическую службу, которая помогала бы молодому человеку разбираться с документами. Помогала бы, помогала бы принимать сложные решения, помогала бы в сложных жизненных ситуациях. На самом деле, все это существует в одном отдельно взятом городе Порхе, Псковской области. Ну, в основном живешь здесь, сам ходишь в магазин, сам покупаешь продукты, ну, там не подсказывать никто, сами все делаем. Готовим, стираем, в школу ходим. Я даже один раз был, лечил корову сам. Да, а что здесь случилось? Ну, у нее один раз рог сломался, пришлось мне навязывать ей этот, как эластичный бинт. Вот здесь у нас коровы живут, но их сейчас дома нет. Ух ты! Вот здесь мы сами, ну, мы покупаем рулоны здесь, а потом вот коровы мы, для коров покупаем. Вот сами заготовили все на зиму. Молодцы, да? И вы их тискаете, подойте сами? Да, коровы мы сами дуем. Дает нам 6 литров утром всегда. Живу отлично. У меня все приобретет. Вот приватизировал комнату. Так. Да, сам лично приватизировал, и без всякой помощи. Вот только-только я не очень давно получил документы. Вот хочу приватизироваться, хочу продать свою комнату. И здесь, по-притому, это как его купить. Звонит мальчик, который уже самостоятельно живет, который уже как бы... Звонит, говорит, что вот я в магазине, мне дали денег, на меня наехали тут какие-то пьяные мужики, я боюсь выйти из магазина. Стой здесь, сейчас приедет Анатолий Федорович. Конечно, они все равно все хотят жить здесь. Это очевидно совершенно. Главная проблема в законодательстве. Российское государство не позволяет своим гражданам ни малейшей слабости. В России можно быть либо очень умным, либо совсем уже беспросветным дураком. Можно быть либо дееспособным, и тогда тебе никто не помогает, либо недееспособным, и тогда тебя запирают под замок. Понятия частичной дееспособности не существуют. Не существуют людей, за которыми признается право жить самостоятельно, при том условии, что кто-то им все время помогает. В Москву я очень люблю. С Светлана Анатольевна паспорт, у нас паспорт, у нас проблема сейчас. Почему? Потому что там государство. Сдали на два месяца в милицию. Да, и у меня им замечание одно. А без паспорта мы не можем ни уехать, никуда не прописку сделать. Пила, пила, автоголь, сигареты. Соб этого ничего не продавать. Я вот это очень хочу. Хочет, молодец. Все, что сказал, все, завтра будет это все говорить. Очень хорошо. Завтра сигареты и водка, все, с лавок уберется. Хорошо, это уже давно было. Тогда не будет инвалидов, будет все нормально, все будут родители нормально, работать, не пить. Я тоже люблю Москву, но не потому, что в ней государство. И, кстати, к государству у меня другие претензии. Я хотел бы, чтобы завтра государство признало понятие частичной недееспособности. Я хотел бы, чтобы государство признало право на самостоятельную и достойную жизнь за людьми, которые не могут обходиться без посторонней помощи. Жизнь с Валерием Полешкиным Смотрите в базовом пакете НТВ Блюз, Континент ТВ, в ваших айфон и айпад и на сайте tvrain.ru Смотрите в базовом пакете НТВ Блюз